Я благодарю всех участников церемонии открытия, мы переходим непосредственно к работе и сейчас у нас будет первая сессия, которая называется сотрудничество Евразии на фоне кризиса глобализации. Благодарю всех. Уважаемые дамы и господа, сессия 1 сотрудничества в Евразии на фоне кризиса глобализации начнется через 10 минут. Стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Акранжан Немат, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Казахстан. Балкан Астемир, директор ETA-платформы Турции. Гарат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром Астана. Станислав Жуков, заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник Центра энергетических исследований ММО «Фран». Please welcome on the stage, moderator, Григорий Карасио, chairman of the Federation Council Committee on International Affairs. Speakers, Сергей Афонсов, deputy director for research, head of economic theory department, ИМАМУ. Дмитрий Мезинцев, secretary of state of the Union State. Юркин Тукумов, director of the Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Казахстан. Акрамджон Нематов, first deputy director of the Institute for Strategic and Interregional Studies under the President of Uzbekistan. Волкан Маслимиров, director of the ATE-platform Turkey. Кайрат Келембетов, governor of the ATE-9 International Financial Center, Казахстан. Станислав Жуков, deputy director for research, chief researcher of the Center for Energy Studies, ИМАМУ. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы можем, наверное, начать. У нас не так много времени, желающих выступить достаточно. Если нет возражений, я бы кратко предварил обсуждение к нашей панели следующими замечаниями. Я убежден, что ситуация в мире, все это понимают, находится в геополитическом разломе. В течение нескольких десятилетий Запад агрессивно и цинично занимался превращением Украины в ображдебный нам натовский военный пластарм, объявивший войну всему русскому. Подчеркнул, к несчастью для Европы и всего мира этот замысел удался. Выяснилось, что бывшие партнеры не договороспособны. Последние 30 лет – это история нарушений международных приличий и отказа от договоренностей, касающихся стратегической безопасности. Играть на обострение США и их союзников заставляет осознание провала схемы многоцентричного мира. Искусственно создается противостояние на пространстве Евразии, реализуется ритмичное расширение НАТО на восток, спонсируется конфликт на Украине, поэтапно провоцируется кризис вокруг Тайваня. Мы видим, что коллективный Запад активно ломает общепризнанные принципы и нормы международного права, основанные на уставе ООН. Но реальная угроза нависла над всем евразийским пространством. Ведется работа с общественным мнением, неугодным государством, против них запущены пакеты незаконных санкций. Наконец очевидны меры, по слову, важных международных институтов, например, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И не только. США и их союзники понимают, что прогресс глобализации зашел в тупик. К этому привели беспрецедентные шоки, ставшие результатом безответственных действий самого Запада, инфляционная накачка экономик США и Европейского Союза в период пандемии, прямолинейная политика в отношении рынка углеводородов, наконец, экономическая война против России, поставили международное сообщество перед лицом долгосрочного кризиса. А Россия выступает за формирование многополярного мира, в котором суверенное государство получили бы возможность жить согласно принципам справедливости и демократии. Мы продолжим диалог и сотрудничество со всеми союзниками и партнерами в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, других форматов. Подавляющие большинство государств и регионов Евразии, Китай, Индия, ТЭР, Арабский мир, а также страны Африки и Латинской Америки отказались присоединиться к незаконным антироссийским санкциям. Это реальность, которая явно пугает западный мир. Понятно, что укрепление и развитие партнерских связей с нашими друзьями и соседями по евразийскому континенту имеет особое значение. Приоритетом становится работа по расширению евразийской интеграции и реализации инициативы по созданию большого евразийского партнерства. Это партнерство предусматривает создание широкого интеграционного конкура для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с участием всех государств континента. Его практические инструменты направлены на формирование доверительной атмосферы сотрудничества в Евразии, нахождение компромиссов там, где интересы расходятся. Важно развивать взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Прошедший год показал, что государства-члены ШОС способны отстаивать свой суверенитет перед лицом фронтального давления. ШОС становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом свидетельствует желание Ирана вступить в организацию и заявление президента Турции Эвдагана о стремлении его страны также быть членом этой организации. 23-й год для России будет годом председательства в Евразийском экономическом союзе. Этот период надо использовать для максимального укрепления потенциала ЕАЭС, расширения его связи с другими государствами. Особый приоритет имеет укрепление интеграционного взаимодействия с Белоруссией в рамках союзного государства. Совет Федерации ведет большую работу по развитию сотрудничества России с государствами Центральной Азии. В этом году в Ашхабане состоялся межпарламентский форум стран-пятерки и Российской Федерации. Это важно. Встреча создала условия для прямого взаимодействия законодателей России и Центральной Азии. Преодолеть кризис мы можем только вместе. Попытки дестабилизировать систему международных отношений от обратного подчеркивают важность создания государствами Евразии новых международных проектов, направленных в том числе на развитие технологического потенциала участвующих в них странах. Период насильственного слома Западом традиций цивилизованного международного общения особенно важны такие встречи и размышления о будущем, как наши сегодняшние. Куда идти? К чему стремиться? К чему быть готовы? Увы, почву для оптимизма у нас пытаются отобрать. Но это не повод опускать руки. Надо думать вместе. Особенно важно это для евразийского пространства, которое борется за то, чтобы остановить обрушение системы международных отношений. Об этом и будет сегодня разговор. Большое спасибо. Я рад приветствовать участников нашей панели и нашего коллектива, который сегодня будет обсуждать эти темы. И хотел бы первым предоставить слово Дмитрию Мезенцеву, государственному секретарю Союзного государства России и Белоруссии. Дмитрий Федорович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Дмитрий Борисович, уважаемые коллеги, уважаемые участники столь значимой конференции. Мы сегодня слышали на пленарном заседании очень емкие доклады, которые предопределяют продолжение дискуссии. Действительно, в рамках той модели, которая должна быть формирована, и которую еще предстоит в полном объеме искать, чем стал сейчас Игорь Борисович Карасин, искать многим странам в развитии международного диалога. Также и прежде всего, с учетом того, что этот год был очень сложным годом, который, к сожалению, для всех наблюдателей, участников людей, связанных с международной повесткой, показал очевидную несостоятельность ряда международных институтов. Возможно, обидится эксперт ООН, но ангажированность этой международной организации, которая после Второй мировой войны в рамках ожиданий миллионов людей должна была стать инструментом и гарантом равноправного диалога, стабильного мира, безопасности и уважения к равенству и потенциалу стран вне зависимости от того, какой размер долговалюты резервов, отличают эти страны, какой размер экономик и какая территория за каждой из этих стран не доказал свою состоятельность и такой институт, как ОБСЕ. Мы видели, что многократные, к сожалению, порой даже горькие примеры и эпизоды, когда ОБСЕ демонстративно занимал позицию коллективного Запада, и слышал аргументы, в том числе Российской Федерации и нашей ближайшей союзной. В этом году я обозначил жесткий регламент этой сессии, тем более, действительно, желающих очень выступить достаточно много. Я хотел бы очень кратко остановиться на той практике отношений, которая складывается между Белоруссией и Россией, которая формируется на фундаменте положения договора о создании союзного государства, тем более, что 8 декабря мы будем отмечать 23-ю годовщину со дня подписания этого важнейшего для Белоруссии и России документа. Мы хорошо помним январь 2000 года, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пузин, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко обменялись сертификационными грамотами, которые определили особую фазу, я бы даже сказал, эру отношений ближайших союзников. Понятно, что в постсоветский период страны, бывшие союзные республики, формировали свой почерк отношений, формировали свой почерк отношений с новыми партнерами, партнерами на Западе, на Востоке, на американском континенте, но при этом мы абсолютно были убеждены на протяжении всех этих лет, что союзничество, заложенное в фундаменте созвольства независимого государства, союзничество, как базовый принцип взаимодействия Беларуси и России в союзном договоре, неизменно и неколебимо. Убежден в том, что, несмотря на некоторые их хозяйственные споры и порой жесткий диалог по сверке подходов по ряду вопросов, это союзничество, как фундамент отношения пространства СНГ, и уж безусловно, и многократно подтверждено это, в том числе практика этого года, особыми отношениями с Беларусью, неизменно и есть фундамент нашей внешней политики в отношении с ближайшими соседями. Но понятно совершенно, что мы не живем вне той системы давления, беспрецедентно, мы многократно об этом говорили, сегодня я договорилась и на пленарном заседании, беспрецедентного неправильного давления на Россию и Беларусь. Как на это отвечать? И часть ответов мы видим уже очевидно, большей сплоченностью, большим акцентом на экономическое взаимодействие, совместной работой по обеспечению программ импортозамещений, той работой, которая позволяет даже в этих условиях обеспечивать определенную независимость в высокотехнологичной сферах и обеспечить определенную конкурентоспособность. Достаточно ли этого? Наверное, нет. Потому что сверка политических позиций, которые неизменно регулярно проходят в ходе встречи национальных лидеров, важнейший инструмент обеспечения военной доктрины союзного государства. 4 ноября ушедшего года президента наших стран в рамках заседания Высшего государственного совета союзного государства, это высший орган, который определяет политику, дает поручение союзному правительству, парламентскому собранию, было принято по-своему историческое решение, и многие скептики еще несколько лет назад не верили о том, что может быть подписан пакет из 28 союзных программ как фундамента создания единой экономики при сохранении независимости и суверенитета Республики Беларусь и Российской Федерации. Понятно, что работа, которая предшествовала выходу на эти 28 союзных программ, была огромной. Особое внимание этому узеляли Николай Демчустина, Роман Саныч, Головчик. Сегодня мы уже имеем возможность говорить, что более 50% поручений и задач, которые были определены на период января 2024 года, уже реализованы. Мы сегодня говорим о начале работы, пожалуй, первого наднационального органа союзного государства, фактически таможенного комитета, но он юридически называется достаточно пространно, Международный центр по управлению рисками в сфере таможенных отношений. Мы говорим о выходе на создание национального органа в налоговой сфере. Я буквально очень коротко хочу назвать несколько ключевых союзных программ, которые для России и Беларуси, особенно сегодня, имеют особое значение. Это союзная карта, которая определяет подходы в рамках проведения единой группы промышленной политики, единой политики в агросфере, особые отношения определены для взаимодействия центральных банков как национальных регуляторов, не забыта система отношений в сфере валютных отношений. И также в силу того, что, вернусь к дезису, в начале своего выступления, мы говорим об особом отношении и особой системы социальной поддержки, которая соотносится в рамках действий двух государств. Так вот у нас, мы многократно об этом говорили, в союзном договоре прописаны единые права на получение права на работу в рамках объявления белорусского паспорта на всей территории Российской Федерации, как и российского паспорта на всей территории Республики Беларусь, без всяких ограничений. Не надо сдавать никаких экзаменов. И, по сути дела, пока юридически не прописан статус гражданина союзного государства, уже обеспечен союзным договором на протяжении стольких лет. Безусловно, предъявлены равные права в сфере образования, социальной поддержки, оказание медицинской помощи всеми институтами здравоохранения наших государств. Ну, умело ли мы об этом говорим? Наверное, пока недостаточно. Умело ли мы и масштабно говорим о том, какие планы определены союзным государством? Тоже, наверное, нет. И буквально очень кратко. 4 ноября ушедшего года, как я уже сказал, в рамках заседания высшего госсовета, была подписана не только программа экономической интеграции, определена работа в сфере обеспечения военной безопасности союзного государства, определенные принципы и базовые подходы по проведению миграционной политики. Было подтверждено, что взаимодействие систем, обеспечивающих граничную безопасность, тоже будет единым. Совершенно по-особому взаимодействует Министерство иностранных дел. В Российской Федерации есть единственная страна, Республика Беларусь, постоянно действующий институт, институт совместной коллегии. Запланировано проведение совместной коллегии в ближайшее время с тем, чтобы проанализировать, как реализовывалась программа совместных действий внешнеполитических веков за ушедший период, с тем, чтобы определить ближайшие планы о будущем. Вот эти планы, они, безусловно, конечно, соотносятся с учетом тех реалий, которые мы переживаем. Мы многократно говорили о том, что международная практика видит примеры разного партнерства, разного союзничества. Но мы сегодня с гордостью говорим о союзничестве особого качества и особого уровня, которое проявилось в столь сложный период, который определен проведением специальной военной операции как ответного шага на то, что западный мир превращал нашу ближайшую союзницу и братскую страну Украину в антироссии. Мы сегодня, тем не менее, видим, что сверху позиции подходов наших стран позволяет говорить о расширении сотрудничества в рамках шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем, что Беларусь подала заявку на обретение полноправного членства. И это будет говорить о том, что сегодня на западных границах ШОС появляется партнер, который принимает все принципы и правила этой организации, который успешно доказывает экономическую состоятельность, который поддерживает равные системы отношений со всеми без исключения странами шанхайской семьи, как в статусе страны, члены организации, наблюдателя и партнера по делу. И самое главное, мы видим, что в миллионах семей населения Беларуси особое уважение к исторической памяти, особое понимание тех угроз, которые стоят в случае того, что мы можем забыть нашу историческую правду в беде советского народа в Великой Отечественной войне, о более чем 250-летней истории вхождения беларусских земель в состав Российской империи, о нашей тысячелетней истории, которая ведется от истоков Туровского, Витебского, Полосского княжеств в рамках Киевской Руси. Но сегодня на генеральном заседании был обозначен такой тезис, призыв всех участников примаковских чтений к осмыслению того почерка, который нужно предлагать. И вот сегодня мы тоже считаем, что потенциал диалога, потенциал союзного государства, в том числе в рамках международных повесток, может быть более востребован. Мы сегодня понимаем, что и мы обязаны быть в более наступательном ключе участниками диалога, в том числе и объясняя Западу о тех ошибках, тех провалах, тех невыполненных обязательствах, которые были обозначены. Все забыли, что в начале тысячелетия в Ифанцбурге были обозначены новые цели, цели поддержки слабого государства, борьбы с бедностью, борьба с патастрофическими положениями в сфере экологии в ряде районов мира. Все забыли, что эта предложенная организация объединенных наций повестка могла бы сплотить многие страны и отвлечь их от борения за рынки сбыта, от того, чтобы доминировал сугубо национальный или корпоративно-коллективный западный интерес в противовесе в режиме попрания интересов других государств. Может быть, нам об этом более громко говорить и более заявлять, потому что мы видим, что даже страны-члены Евросоюза сегодня, во прошествии стольких десятилетий после Второй мировой войны, умудряются ссориться, предъявляя друг другу претензии за те режимы, которых давно нет на этой планете. Мы понимаем, что сбалансированная политика России и Беларуси, она очень открытая, справедливая, честная и уже она точно совершенно поддерживает базовые принципы, заложенные в уставе организации объединенных наций и всех тех международных организаций, куда входят две братские страны, как и союзницы, которые, что бы ни случилось, с огромным уважением относятся к предложениям, которые поступают откуда бы то ни было. Другой взгляд, насколько они соответствуют нашим интересам, нашим концептуальным подходам и взаимодействию практики с нашими союзниками, без учета которой и союзное государство действовать не может и не будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Предоставляю слово Сергею Афонцеву, заместителю директора по научной работе заведующим отделом экономической теории ММО. Спасибо большое, господин председатель. Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад участвовать в важнейшей секции нашего форума, в которой, на мой взгляд, очень четко подчеркнуты две ключевые проблемы для текущего момента. Это не только сотрудничество в Евразии, это и кризис глобализации. И проблема кризиса глобализации, на мой взгляд, является ключевой с точки зрения понимания того, что происходит в современном мире. В последние годы как-то стало традицией светлых кризис глобализации с политическими действиями тех или иных стран, с геополитическими противоречиями, выливающимися иногда вооруженное противостояние. Я хотела напомнить, что кризис глобализации вызывал гораздо более длительное время. И если вспоминать историю, это лично для меня, который долгое время был советникам круглого стола промышленников России и ЕС, кризис глобализации начался в 2009 году, когда ЕС одобрил третий энергопакет. Я прекрасно помню, как представители нашего круглого стола задавали вопрос европейским регуляторам, что происходит. Вы реально хотите разрушить механизмы сотрудничества, которые излагались десятилетиями? Ответ был так. Вы реально хотите перераспределить в свою пользу выгоды, которые раньше доставались широкому кругу экономических субъектов? Ответ был так. А на вопрос, как такое может быть? Ответ был, знаете, мы имеем на это право, и вы будете нам подчиняться. Никаких попыток для диалога не было. И мы поняли, что это очень плохой сигнал. Таких сигналов было еще достаточно много, но если вы, так сказать, интересуетесь вещами, которые не относятся к Российской Федерации, посмотрите на давление беспрецедентное, технологическое давление на питание. Чем было пять лет назад компания Huawei? Чем она стала сейчас? Локальная компания, где два выходящие за национальный рынок. Пять лет назад мы говорили о том, что вот считанные годы, и глобальные сети 5G будут доступны всему человечеству. Сейчас нам говорят, как там будут доступны сети 5G? Ну, может быть, через 10 лет, может быть, через 20. Целого поколения украли экономические и социальные возможности использования технологий 5G. Почему? Ну, потому что вот кому-то показалось, что Китай недостаточно достойная страна для того, чтобы разрабатывать эти технологии. какая-то другая страна, которая не умеет их пока разрабатывать, вот, наверное, она должна разрабатывать. Мы должны понять, что у человечества украли миллиарды долларов. Ну и, наконец, по-моему, самое феерическое шарлаганство последнего полувека, глобальная климатическая повестка. Обратите внимание, все вопросы экологии свелись к тому, что мы должны зачем-то сбросить выбросы CO2. Якобы, это поможет климату, якобы, из-за этого климат портится. Я напомню, что по данным наблюдений в Альпах начали катариться второй половины 19 века, когда половина стран мира, что там половина 75% стран мира, еще не переходили даже к индустриализации, они вдруг сами начали таять. Климат меняется, да, так сказать, в 12 веке в Англии выращивали виноград и делали из него вино. Ну, как-то вот пока мы не видим, чтобы это происходило. Соответственно, я не вижу оснований для того, чтобы беспокоиться по поводу климата и тем более делать выводы о том, что это человечество в этом виноват. Но детство и Европейского Союза совокупный объем социальных расходов превышает 50% совокупных социальных расходов мира, то, естественно, что издержки производства при таких социальных расходах будут абсолютно убийственными. И в этих условиях что можно сделать? Либо прекратить тратить на социальные нужды, что невозможно политически, либо смириться с тем, что ваша экономика умрет, что невозможно экономически, либо заставить весь мир нести дополнительные экономические издержки совершенно бессмысленного характера, которые будут выше, чем у Европейского Союза. Что сейчас нам и навязывают? Посмотрите на решение саммита в глазах прошлого года. Если даже просто посмотреть на обязательства по мониторингу, то уже мы имеем, имели четкую перспективу торговой войны с ЕС к 25-му году. Потому что они обязательно поставили в вину России, чтобы неправильно учитывать выбросы углекислого газа и нас на дашь на фармах. А если мы к этому еще запишем на углеводородный налог, то мы понимаем, что обострение торговых отношений было неизбежно. Но, к сожалению, оно вот как бы началось раньше, приняло более радикальные формы, но это не значит, что те страны, которые сейчас не избыть давление со стороны Европейского Союза, через два года не встретятся с теми же самыми абсолютно искусственными и вымышленными требованиями, которые служат только тому, чтобы повысить издержки производства выхода. Это экономический фактор. Но есть и ценность. Нас обычно экономисты, вот я профессиональный экономист, нас обычно упрекают за то, чтобы такие бессердечные, нам только деньги нужны, что мы ценности как бы игнорировали. Я сейчас вам скажу про ценности. Я прекрасно помню 90-е, начало 2000-х годов, когда мы стремились к Европе, мы стремились к сотрудничеству с Европой. Почему? Потому что мы видели ценности, которые исповедует Европа. Нам сейчас говорят, Россия изменилась. Изменилась не только Россия, изменился Запад, изменилась Европа. Мы сейчас не видим того, что нам нравилось в 90-е и 2000-е. Что нам нравилось? Экономическая свобода. Что мы сейчас видим? Тотальный экономический патернализм и указания, это этим нельзя заниматься, так вести себя нельзя, этих людей надо нанимать, этих людей не надо нанимать, значит, вот так, значит, банковскую тайну можно соблюдать, вот так нельзя. где экономическая свобода? Что нам нравится? Свобода слова и совести, я молчу. Я просто молчу, комментарии, ну, как бы здесь, наверное, специалисты есть и политологи, и социологи, значит, так сказать, про политкорректность и тотальную цензуру, как бы, наверное, они лучше скажут, чем я. Самореализация, ценность самореализации, где это ценность самореализации? Она упирается в культуру отменов. Если чуть-чуть сделаешь шаг, все, тебя выкидывают из бизнеса, смотри, что происходит. Где было там, значит, с бизнес-структурой, посмотрите, что делается с общественными персонами и лидерами шоу-бизнеса. Какая там самореализация? Семья, дети, мой дом, моя открытость, это то, что нам реально нравилось в Европе. Какая семья и дети? Я не хочу произносить некрасивые слова, которые раньше в учебнике психологии называли сексуальные извращения. ювенальную юстицию в Европе никто не отменял, к сожалению. Ну и, наконец, защита окружающей себе. Я уже сказал, к чему это свелось. Пожалуйста, заберезняйте, что хотите, выбрасывайте, что хотите, но СЛ-2 это святое. Тому нужно СЛ-2. Существует огромное количество страшных проблем, в том числе развивающихся странах, которые нужно решать. Они не связаны СЛ-2. И они решаются гораздо проще они не требуют международных усилий. Смотрите, как это решает Индия, смотрите, как это решает Китай. Но национальном уровне решаются национальные проблемы. Нет эффективно действующим национальным правительством навязывать международную повестку, в которой не нужно абсолютно никому, кроме тех, кто хочет повысить интересное производство в странах МПН. Какова главная проблема в настоящий момент? Помимо того, что я сказал, именно на настоящем настоящем проблем, главная проблема заключается в том, что нет, которые страны принуждают другие страны делать то, что им не нужно. Много говорилось о, значит, верховенстве правды. Что за правила, где они написаны, покажите мне. Я могу прочитать Устафон, я могу прочитать Уставные документы ВТО, где написаны эти самые правила, в соответствии с которыми нам хотят навязать действия. Вы не можете продавать нефть свыше такой-то цены. Чего? Вы вообще кто такие, чтобы нам говорить, по какой цене мы хотим продавать и у нас хотим покупать? Это что, ваше правило? Ну-ка-ну-ка. Это очень интересно. Дальше. Значит, стандартные последствия конфликта в чем заключается? Вот, предположим, торговая война США и Китая. Кто вы? А вы выберете из страны. А Китай не поставляет это, что в США какие-то товары, у Каи будет поставлять Мексика, Тайвань, Южная Корея и так далее. То же самое с Китаем. Смотрите на все исследования. Кто вы? Совокупно мировой торговли от торговой войны США и Китая не упало, а выросло. Потому что начали развиваться торговые связи с третьими странами. Что сейчас делают? У нас, да, у нас есть противоречия с рядом в странах. Эти противоречия политические, я как экономист должен сказать, вот к политикам и идите. Вот пусть на политическом, а на политическом арене, на социалом переговоров, тайных, явных, с каким угодно количеством стран, разбирайтесь с этими конфликтами. Вы сейчас наносите издержки экономическим субъектам в третьих странах, которые от этого конфликта должны выявить. Ну, вопрос до поля, он риторичен. Да, это вопрос правительством третьих стран и международной торговой системе, международному инвестиционному сообществу, но то, что это ненормально, это абсолютно. И, ну, и, наконец, есть, значит, вопросы, которые мы можем конструктивно обсуждать. Вот нам говорит, как же мы можем, значит, под действием санкций сотрудничать, а мы не будем сотрудничать, под действием санкций. Мы будем сотрудничать в условиях санкций. Не будем ничего нарушать. У нас есть огромная горючая возможность работать с нашими партнерами, которые ничего не нарушали, и которые позволяют этим партнерам выигрывать от того, что им достается больше тех ресурсов, которые кто-то не хочет покупать, и которые будут доставлять нам то, что мы совершенно легитимно имеем право покупать. из этого следуют важные выводы для нашего текущего и будущего сотрудничества. во-первых, о чем сейчас много говорят. Вот там ограничения на экспорт российских энергоносителей, вот как это на что повлияет. На что это повлияет, я просто всем всегда говорю, ребят, просто посмотрите на бюджетную систему Российской Федерации. Как она работает, как финансируются расходы на национальную оборону и безопасность, от чего они зависнут. Если вы элементарно там, сколько там сейчас пишется и в Америке и в Европу на Карисах, значит, вам приехала куча профессиональных экономистов, но спросите их, как в России устроен бюджет. Они вам объясняют, что в вашем замечательном мере ни на что не влияет. Да, не сокращают какие-то доходы, но они открывают новые возможности. Мы сейчас можем вернуться к тому проекту, который я помню в Казахстане обсуждали еще 15 лет назад по энергетическому сотрудничеству в треугольнике России Казахстана Киргизии, что мы можем поставлять газ в северные регионы Казахстана, которые сейчас запитываются электроэнергией от гидромощности на водных ресурсах Киргизии. Мы можем ослабить давление на водные ресурсы в те месяцы, когда эти водные ресурсы нужны для сельского хозяйства, а не для энергетики. И мы можем ослабить зависимость Казахстана от импорта энергетического ресурсов в критические месяцы, возможные трения между Казахстаном и Киргизией по поводу использования водных ресурсов, расширить сельскохозяйственный потенциал обеих стран и укрепиться в рамках Российского экономического союза. Новая возможность, новая возможность. В прошлом году мы были в Сирийской Арабской Республике. Что нас спрашивали? Каким образом Российская Федерация может помочь Сирийской Арабской Республике в менеджменте энергетического кризиса? Нужны энергоносители, газ, нужна нефть? Мы говорим, что в условиях нынешней мировой мультуры, цен, тяжело это сделать. А сейчас легче. Давайте сделаем. То же самое по Индии. Сколько я вспомню с 2000 года мы говорили, так развивательная агентство в Индии. Вот, пожалуйста, развиваем. Это новая возможность. Отход энергии по зависимости. То же самое. Мы говорим про Россию. Когда мы отойдем от экспорта энергоносителей будем делать скульптурную переструйку? Вот она. С помощью наших партнеров про ЯЭС. Те страны партнеры, которые готовят присоединиться, пожалуйста, по хайке Беларуси, по сборочным производствам Казахстан, Узбекистан. Пожалуйста, открываются новые возможности. Ну и наконец, конфигурация двухсторонних региональных соглашений. Сколько мы обсуждали вопросы как заключать из соглашения, чьих интересов, там, отрасли страдают, не страдают. У нас какой был главный вопрос? А не создаст импорт из новых стран-партнеров по соглашениям свободной торговли конкуренции компаний? А сейчас мы говорим, так это же дружественный импорт, замещающий все то, что мы покупали из других стран, а теперь мы можем покупать в странах Ближнего Востока, в странах Центральной Азии, в странах Юго-Восточной Азии, и мы уже по-новому говорим о возможности сотрудничества с этими странами. Посмотрите на наши перспективы сотрудничества с Узбекистаном. Два года назад мы говорили об одном спектреотрасли, сейчас мы говорим в совершенно другом спектре отрасли. Если Узбекистан не готов подписывать соглашение о вступлении в реализе, не надо, давайте подпишем соглашение сотрудничества в тех отраслях, где мы реально можем получить обе стороны выгоды. Это совершенно любой подход к региональному соглашению, и он не только позволяет нам справиться с теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем заложить фундамент для нашего развития в тот период, когда такие вызовы, которые на нас свалились, перестанут быть внувальными. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо большое за очень эмоциональное, аргументированное и наступательное выступление. Я думаю, что оно свидетельствует о том, что наша политическая и экономическая мысль развивается в правильном направлении и не только объясняет, но и подсказывает те шаги, на которые государство вместе с нашими союзниками, с большинством мировым должны идти в дальнейшем строить свои планы. Спасибо большое еще раз. Сейчас я хочу предоставить слово Акранжону Нематову, первому завестителю директора стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. Акранжон Нематов, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Григорий Борисович. Уважаемые дамы и господа, участники форума, мне тоже поставляет большое удовольствие и честь принимать участие в этом авторитетном диалоге, который призван способствовать выработке общего понимания тех процессов, которые сегодня имеют место быть, мировой политики, экономики, выработать общие подходы по реагированию на них, в том числе спрогнозировать и определить пути совместного сотрудничества. тема обозначена Евразия, кризис глобализации, тема довольно-таки многогранна. Однозначно, кризис сегодня наблюдается в мировой политике и экономике, но говорить о конце глобализации, на мой взгляд, еще преждевременно. Есть кризисные явления, которые говорят о соглашении мировой торговли, о том, что многосторонние институты проявляют дисфункцию, сложно договариваться по важнейшим вопросам, которые представляют интернет всего человечества. В частности, мы видим, что все чаще стали применяться меры протекционизма, но они это явление не новое, оно уже как бы стало такой практикой еще с мировым финансовым кризисом, но в последнее время помели, в том числе и в последствии влияния пандемии, ужесточения, скажем так, геополитического противостояния, они все больше и больше сегодня применяются. Обычные цифры, если в 50-м году еще было применено 50 мер связанных с политикой протекционизма, в 2019 году это уже были 250, а сегодня но меры протекционистские меры они превышают 32 тысячи, 32 тысячи меры связанных с политикой протекционизма в то время, когда меры связаны с либерализацией ограничиваются и варьируются в пределах 7 тысяч мер, то есть мы видим, что протекционизм усилился, усилился и санкционная политика, санкции стали таким инструментом давления, продвижение экономических, внешнеполитических, внешнеэкономических интересов, значительно увеличилось их количество, сегодня это превышает все разумные пределы, более 20 тысяч санкционных было принято, и в этих условиях мы видим, что многие страны это и геополитическое противостояние, это и последствия пандемии, видим, что многие страны сегодня и формируют, во-первых, политико-экономические блоки, усиливается тенденция формирования политико-экономических блоков, идет локализация цепочек производства и поставок, мы видим, что многие страны, прежде всего развитые страны, они диверсируют свои внешнеэкономические связи из-за различных соображений, то есть тут уже не преобладает соображение эффективности, а больше соображение безопасности, чтобы снизить свою зависимость от тех или иных стран, они пытаются диверсировать, либо же вернуть, есть различные термины, reshoring, on-shoring, есть термин, french-shoring, то есть работать только с близкими по политическим взглядам системами, то есть идет как бы такая локализация развитых стран, выводят свои производственные мощности, свое окружение, мы видим увеличиваются меры субсидирования, идет защита внутреннего рынка, в целом все это дестабилизирует мировые рынки, дестабилизирует мировые рынки, идет отток инвестиций, ограничивается доступ к технологиям, ноу-хау, это, конечно, на себя ощущают развивающие страны, в том числе и Узбекистан, Центральная Азия, тем более Узбекистан довольно-таки обессодные цели, мы приняли стратегию на последующие пять лет и планируем привлечь порядка 180 миллиардов долларов на проекты направлены на модернизацию всех сфер государств и общества и экономики, прежде всего экономики, модернизации экономики, инфраструктуры и планируется привлечь 70 миллиардов долларов. Но мы понимаем, что нынешняя ситуация, она как бы будет негативно сказана на этих усилиях по привлечению инвестиций, по привлечению технологии. И эта тенденция носит устойчивый характер. Да, это устойчивый тренд по мере формирования многополярного мира, слом прежней системы международных отношений и поиск нового миропорядка. Он продлится не один год. И хуже всего, вот я неоднократно обещал с экономистами, не пандемия была проблема. Говорит, последствия пандемии можно было преодолеть. То есть цепочки, пасах можно было восстановить. Да, это заняло год, два, три. Это, говорит, проблема экономическая, больше техническая, восстановить цепочки, пасах, логистику наладить, наладить транспортное сообщение, но негативное влияние, прежде всего, оказывает именно геополитические противостояния, идея политических противостояния, которое негативно сказывается, прежде всего, на мировой торговле. На мировой торговле, когда, например, ряд стран вводят с вакуны о цепочках поставок и предписывают, чтобы на определенной рынке ввозились товары только в тех случаях, если в них при производстве товаров не были задействованы какие-то компоненты, это и принципы взаимодействия основного на многосторонности, на взаимом уважении и задействовав все эти как бы все эти ресурсы, очень важно сегодня, на мой взгляд, на пространстве Евразии выстраивать пространство производственно технологических операций, то есть создавать пространство новых экономических возможностей. Для этого в принципе все предпосылки есть. В то же время приоритетом должно, конечно, оставаться преодоление торговых барьеров, недопущение протекционизма, ограничение развития именно развивающихся стран, я уже говорил, доступ к инвестициям, технологиям. Это развитие промышленной кооперации, если говорить о Центральной Азии, говорить о России, Евразии, у нас довольно-таки наработанные гадания, механизмы, кооперационные связи, человеческие связи, надо в полной мере задействовать, в том числе в рамках региональных организаций, ШОС, СНГ, большой потенциал, на мой взгляд, еще имеют эти организации, тем более в последнее время было принято ряд очень важных таких программных документов, направленных на поддержку именно политики промышленной кооперации, направленной на развитие взаимосвязанности, развитие транспортных передоров, цифровизацию, то есть это те приоритеты, направления, в которых надо работать, то есть приоритет это диалог, доверие, об этом говорилось, цитировали ведущих авторитет в сфере дипломатии Евгения Кимакова, Генри, Кисинджера, диалог, без диалога, ну невозможно решать то множество проблем, которые в сфере ограниченный характер вносит. Если вот я только говорил о центральной азии, мы видим, что вот эта политика диалога, поиска разумных компромиссов, она как дает ее результат. Дается ее результат. Вот в 16-м году Шабхат Романович выездил президентом и мы в горге пересмотрелись в региональную политику, сделали ставку на поиск системного диалога, разумных компромиссов, без разумных компромиссов, без поиска взаимной выгоды, без учета интересов друг друга сегодня добиться каких-либо взаимоприемлемых решений, по сути, невозможно. Мы говорим, что надо вовлекать все стороны, процесс должен носить инклюзивный характер. И сегодня Центральная Азия является взаимоприем процессом. Сегодня в регионе абсолютно другая атмосфера. Атмосфера диалога, взаимовыгодного сотрудничества. Да, есть проблемы, не без этого, но самое главное есть политическая воля, есть такой решительный настрой к созидательному сотрудничеству. И вот я приведу некоторые цифры, если довольно-таки быстрыми темпами растет региональная торговля за последние пять лет с пяти миллиардов, выросло до шестнадцати миллиардов внутри региональной торговли. То есть почти рост в три раза. Увеличивалась доля Центральной Азии в глобальной структуре привлекаемых инвестиций с полутора раз до двух и шести раз. Увеличиваю количество туристов в регион, приток в целом инвестиций, я уже об этом говорил, вне региональной торговли растет, вне региональной торговли растет, как следствие растет и региональной ВВП. Вот по данным Евразийского банка развития по итогам 2021 года ВВП выросло до 347 миллиардов но до конца года уже рост почти составит 0,5 и до приблизительно 400 миллиардов. Очень динамичное развитие региона и тут говорилось о демографическом дивиденде. Взять Узбекистан ежегодный прирост населения составляет 700 тысяч. 200 тысяч за вычетом смертности, а ежегодно рождает 900 тысяч младенцев. То есть мы ожидаем, что к 30 году население уже составляет 41 миллион. Причем 60% это молодежи до 30 лет. И мы вкладываем очень много в образование. То есть это довольно-таки мощный ресурс для долгосрочного устойчивого развития тренда. Он наблюдается по всей центральной и по всей Евразии. Поэтому на мой взгляд подытоживая с учетом временного лимита очень важно сегодня все-таки восстанавливать доверие. Очень важно выстраивать и восстанавливать многосторонние институты. Потому что проблемы носят глобальный характер, технологический прогресс, он набирает обороты, идет информатизация, мы не думаем, что это будет сдерживать, будет сдерживать и не останавливать глобализацию. Важно в то же время задеть весь потенциал, который мы обладаем, это промышленная как разница, проведация, климата, об этом говорилось. То есть регионализация тоже является одним из таких эффективных ответов на эти вызовы, с которыми сегодня столкнулись. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу предоставить слово Эркину Тукумову, он находится у нас онлайн, директору Института стратегических исследований Казахстана. Пожалуйста, Таркин, вам слово. Спасибо, господин Маградо. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить ММО имени Примакова за приглашение выступить на столе авторитетном форуме. Я уже неоднократно выступаю на этом форуме и участвовал много раз. В этот раз из-за рабочего графика мне пришлось выступать онлайн, но я надеюсь, что тот дел только мы начали с уважаемым Федором Генримовичем, директором Крымов. В этом году на полях саммита Центральная Азия Россия он у нас продолжится. Ведущий сотрудник КИСИ сейчас находится в зале и я думаю, что у них получится с Казьмомо обсудить те договоренности, которые у нас есть с Идмомо. Я хотел бы остановиться на нашем взгляде и как мы видим евразийский процесс в эпоху нестабильности. Я, конечно, не профессиональный экономист, международник, дипломат, поэтому я постараюсь выступить медиа эмоционально. И сегодня я бы хотел остановиться на роли Казахстана в развитии евразийского процесса, важности укрепления сотрудничества. Ведущий спикер, мой коллег из Узбекистана сказал ключевое слово доверие. Собственно говоря, это фундамент, на который строятся отношения наших двух стран Казахстана и России. И нет никаких причин для того, чтобы мы сегодня говорили о том, чтобы как-то доверие у нас снижается, наоборот, оно очень устойчивое и нет никаких преград для дальнейшей нашей дружбы и сотрудничества. Более того, мы видим, что есть необходимость укрепления респектного диалога для того, чтобы о наших отношениях многовековых, исторических, многогранных отношениях говорили именно эксперты, а не популисты и те люди, которые особо не смыслят в наших отношениях. Сегодня на фоне масштабных геополитических изменений вопрос налаживания взаимодействий как никогда мы привыкли жить по определенным укладам, однако сегодня все стремительно меняется. В условиях глобальной пропуленции необходимо исследовать формуле, которая будет заключаться в объединении, а не разъединении. Важно слышать друг друга, разработать эффективные предложения для укрепления все облегчения диалога. Тектонические изменения на пространстве большой Евразии, происходящее в этом году, оказывают значительную влезем международную торговлю. Переформатирование мировой торговли вследствие прорыва цепочек поставок и добавленная стоимость усиливает волатильность на внешних рынках. В 22-м году мы наблюдаем неспособность обеспечить постоянность предложений при возрастающем спросе на различных рынках. Это по прогнозам ВТО, при бедных странах столкутся с нехваткой подовольств осуждения и способность отслужить собственную задолженность по итогам 22-го года. Существующая система неопределенности лишь усиливает негативные эффекты происходящих событий и ожидания участников рынков. В конечном счете, это приводит к росту как традиционного, так и нового портекционизма в международной торговле и удорожанию импорта для всех государств регионов. Возникающие шоки на глобальных рынках оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие, экономическую безопасность и процветание государственной Евразии. Это приводит к ускорению темпов инфляции, замедляет экономический рост, в некоторых случаях приводит к отрицательным значениям. Вероятный прогноз, разные прогнозы есть, но вероятный прогноз в космосе мировой экономики в 2023 году будет, скорее всего, наименьшим в 2000 года и составит всего лишь 2,7%. Ветом на любые системные вызовы будущего должны стать сильные государственные институты и проактивная экономическая политика, обладающая большей стрессоустойчивостью и адаптивностью к внешним и внутренним шокам. Это именно то, на чем сейчас фокусирован Казахстан, который осуществляет масштабные политические и экономические реформы, центром которых является гражданин его процветания и благополучия. Диверсификация экономики и справедливое распределение национального плаката главных приоритетов экономической политики стран. Продолжается работа по демонополизации экономики, снижению присутствия государственной и пози-государственного сектора в структуре национальной экономики. значительно расширено число механизмов инвестирования государства в человеческий капитал. Согласно макроэкономическому прогнозу Иван по развитию экономики, экономика Казахстана вырастет на 2,8% в 2022 году и на 4,2% по итогам в 2023 году. Уважаемые участники форума Республики Казахстан будучи одним из активных членов ЕАЭС всегда опиралась на взаимовыгодную о чем сегодня и упоминал господин модератор господин Карасин о том, что именно взаимовыгодное равноправное и взаимноуважительное сотрудничество внутри организации. Мы все согласятся, что следование этим принципам позволит достичь высоких результатов в развитии эффективности Евразийского Союза. Минимизация рисковых улучшений экономической ситуации в нашей стране из-за растущего геополитического напряжения и усиления санкционного давления в отношении России продолжает оставаться одной из ключевых задач правительства. Тем не менее, несмотря на непростую ситуацию, товар православного со странами ЕАЭС в январе-сентябре 2022 года составил почти 20 миллиардов долларов в США, что в номинальном выражении больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдается также рост экспортного потенциала Казахстана, где значительное внимание уделяется диверсификации экономики производства в готовом продукции. Важно отметить, что ЕАЭС за последние годы добился проголливых услугами, репарализации различных пастеров, включая рекламу, вырезы, исследования, возможность расширения института отечественных компаний позитивно влияет на их доходность и конкурентоспособность. Уважаемые участили в мероприятиях, ваня в попальных и региональных процессах не проходит без них. Мир с каждым разом подвергается все более новой стряске и дело даже не только в текущих сетопытиях и конфликтах во всем мире. Актуальность приобретает интернационные угрозы, такие как продовольственные безопасны, нестабильные подпременевательские ситуации и так далее. В этой связи важно, чтобы международные институты эффективно реагировали, предпринимали конкретные практические решения и в целом шли в ногу с оврением, что к сожалению мы видим все реже и реже. Очевидно, что ЕС также сталкивается с необходимостью для бруски. Важно, чтобы этот на самом деле эффективный экономический союз, в котором страна получала необходимую брусию. В качестве потенциальных направлений я хотел отметить потребность высококвартированной рабочей силе, а именно в IT, инженера, дизайнера. Это будет выгодно любой стране. Сегодня, как никогда, идет борьба за мозги. Социальная мобильность становится общим мировым трендом. Развитые страны конвертируют такой поток человеческого капитала в социально-экономическое рост. Поэтому важно уже сейчас проверять комфортную инвестиционную среду для релокации иностранных субъектов в счетах текущих иополитических слов, и одновременно сфокусироваться на повышении человеческого капитала. Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сейчас важно на экономических процессах сотрудничества, возможно, без политизации или с политизацией ЕАЭС и рассматривать этот проект как возможность налаженной диалог и другими вегерами. Что сейчас и происходит. Ведутся торговли, ведутся переговоры о свободе торговли с Индонезией, налаживают диалог с Индиями и другими странами. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, я перечу дополнительные. Спасибо большое за субстантивное, очень наполненное смыслом выступление. А сейчас я хочу предоставить слово Валкану Оздемиру, директору ATA Platform из Турции. Пожалуйста. Спасибо. Сначала я поблагодарю Институт престижный меморан. Для меня это большая часть выступит здесь на конферансе приматарушковых читений. Я буду продолжать на английском языке, так как слайд, который у меня понадобится. Okay. So, we are discussing today crisis of deliberation and cooperation в Евразии. But мы понимаем from this crisis of globalization. for me globalization actually this concept represented the ideological framework for the economic functioning of the world in recent decades. and now we see this idea which relies on mutual international payments, integration, improvement of goods and services and especially improvement of financial capital now under threat. And we see crisis of globalization and especially after the COVID process and starting from this Ukrainian crisis we see now three main features of crisis of globalization. Era of abundance is over in world economy. So end of cheap energy mainly Russia but not only because of these sanctions and because of especially the energy crisis which had started before Ukrainian conflict. Secondly end of cheap manufactured goods especially from China but not only from China of course other economies as well due to increasing energy prices this is the second main dimension of such crisis of globalization and related with this too end of cheap US financial assets due to the aggressive price high interest rate interest high policy adopted by Federal Reserve of United States and other central banks actually have been following this trend for more than one year except Turkey so we see now sanctions imposed by United States European Union on Russia and actually the white renting sanctions imposed on Russia have already undermined the foundations of world economy world affairs we see this very clearly in that sense it became clear that the most important ramifications of Ukrainian conflict will be appeared and seen in international economies here you see after the sanctions and after the counter sanctions or policy adopted by Russian Federation we see a very interesting trend the demis of US dollar as international reserve currency so when US President Mr. Nixon in early 1970s declared that Bretton Wood system over that system was actually replaced by tacitly a linkage between oil and US dollars and it has been the case almost 50 years but we see here two very important dynamics in world economy which undermines the international reserve currency status quo of US dollars one is China is the biggest importer of oil and gas and starting from 2018 in international Shanghai energy exchange the price of oil and gold is set in terms of yuan or gold exchange not dollars but more importantly after these sanctions adapted against Russian federation now Russia supplied its energy resources not in dollars terms so these are the main factors which undermines international reserve currency of US dollars now even further again led by Russian federation and China now central bank digital currencies now starting to replace this swift system I think this is very important because when mutual transactions between countries could be settled bypassing swift international transfer system that means you don't need US dollars for international settlements in international economies and we see this trend we see this trend actually we have been observing this actually for three years but after the Ukrainian crisis this has been accelerated and after this process when we say that now internationally observed and based systems are changing we see transformation of world order not a new one but transformation of the established one from dollar hegemony to diversified financial instruments at economic level from U.S. supremacy to great power rivalry at geopolitical level starting from U.S. withdrawal from Afghanistan and Ukrainian crisis and most importantly of course from unipolarity to multipolarity at systemic level it creates room for further cooperation among countries especially in Eurasia and other parts of the world now we see as previous speakers pointed out exactly rise of regionalism versus globalization in world affairs and newly considerably newly established international organizations now are playing more and more decisive role in international economic and political affairs one of them is BRICS among BRICS countries you see China Russia and India they have these agreements bilateral agreements among themselves to settle international trading national currencies but after this stage is over one could expect that a supra national new currency system could be started among these BRICS institutions or other institutions and now the era of digital currency based on blockchain technology could accelerate this ongoing trend again here you see not only developments in economic affairs you see also in terms of military and geopolitical affairs here one clear good example for such kind of cooperation you see Russian federation has supplied high technological S-400 missile systems to which countries China Turkey and India again you see here a similarity and in terms of such kind of cooperation in terms of military affairs not only economic affairs Turkey played a leading role here I think tomorrow you will listen to distinguish speakers from Turkey in specific Turkish Russian relations stations but I want to underline very interesting fact about this Turkey in Europe and cooperation among Eurasia countries this is Turkey as a NATO member as you know has not participated against sanctions against Russian federation actually that was the case 80 years ago as well so when smooth sanctions I would say in 2014 when first time conflict started in Ukraine smooth sanctions adopted by United States and European Union against Russia Turkey had not participated either but this time there is one big difference now Turkey is geopolitically more closer to Russia compared to eight years ago and the most important part I think now dynamics in Turkish economy much more integrated with Russian economy and other countries for instance monthly exports from Turkey to Russia have now exceeded 1 billion dollars per month this is a big number because totally it was only 6.5 billion dollars but now we have more than 1 billion dollars of Turkish exports to Russian market Turkey could potentially replace Germany as the third biggest import source of Russian market this could not be imaginable let's say two years ago but because of recession led by high energy prices and recession especially in Europe in Germany economy which is vital to Turkey as well since the biggest export market of Turkey is still Germany Turkey could diversify by integrating its economy it's an ongoing process now with Russian Federation in that sense not only in terms of military at geopolitical level you see this big cooperation among emerging Eurasian countries could play a leading role in this transforming and changing international system in that sense in a multi-polar world order especially on economic terms I would say you see such kind of big co-operational movements from leading countries so Turkey would be one of the leading factors in that sense although there would be a lot of problems between Turkey and Russia Turkey and United States or other countries this is the case now in the nation system and I want to give a special emphasis on BRICS plus more and more countries now haven't applied officially applying to become member for BRICS international organization just to see a great rally mainly between United States and China starting from maybe 2023 you see those countries like Saudi Arabia maybe potentially in the future Turkey they want to diversify their economic well-being their economic instruments and they want to take part in this changing world economic order so in that sense I think there is room for further cooperation among emerging powers in Eurasia and this is actually very let's say understandable when you take into consideration of this changing process in international world order we don't live anymore I beg your pardon we are a bit limited by time so please otherwise I just finishing so we don't live in a universal world order and such kind of further cooperation further diversification of interest are naturally observed and this is same and this was was a good man thank you very much thank you we почти уложились вовремя и я предоставляю слово Станиславу Жукову который является заместителем директора ММО пожалуйста Станислав спасибо уважаемый председатель уважаемые гости уважаемые коллеги я рад быть сегодня с вами здесь и поделиться некоторыми соображениями о реальных экономических проблемах которые в форсированном режиме из-за того биополитического разлома который мы переживаем приходится решать тем странам которые я думаю хорошо понимаю и знаю экономику которых это не только Россия и Центральная Азия в значительной степени страны Южного Кавказа я организовал свои короткие тезисы в рамках парадигмы Тоньби вызов ответ эта парадигма была построена для изучения развития взлета стагнации упадка цивилизации но так как она восходит библейским началом она условно является универсальной парадигмой и конечно нахождение своего места в большой Евразии или большой Азии является очень серьезным вызовом он открывает конечно новый трек развития и серьезные возможности в виде расширения рынка для экспорта сырья продукции бутеррогии обмена технологическими достижениями культурными достижениями обмена человеческим капиталом но в то же время как экономист я позволю себе говорить и о экономических вызовах потому что мы сталкиваемся с проблемой нахождения достойного экономического места в очень конкурентном мире к рыночной конкуренции никто не отменял и эти страны продемонстрируют выдающиеся способности в протяжении многих десятилетий находить в своих национальных интересах ответы на вызовы глобализации пусть деформированные в настоящий момент перестраивающиеся в настоящий момент но ответы очень эффективные которые выражаются в фантастических темпах экономического роста в быстром повышении технологического уровня национальных экономик в стремительном росте уровня жизни и поэтому первый конечно вызов заключается в тем что более интенсивное сотрудничество с большой ази странами азиатско-техокеатского региона со странами ближнего и среднего востока они означают для стран евразии узкого понимания россии центральная стран центральной азии южного кавказа на некоторой степени в белоруссии ужесточение этой конкурент и здесь важно подчеркнуть один принципиальный момент конкуренция не завтрашнего дня царется уже позавчера если мы посмотрим на картину внешне торгового оборота крупнейших евразийских экономик это россия казахстан и пекистана с внешним миром географическом развлечье по ключевым на мой взгляд позиция торговую продукцию ваше настроение мы увидим что не только китай но и другие страны от аэр и возрастающая степень турция являются самыми самыми активными участниками этого обмена еще я можно сказать что одним из вызовов для научного сообщества для экспертного сообщества является осмыслением опыта успешных стран и преломление этого опыта найти возможности и те конкурентные преимущества которые безусловно существуют в том, что условно можно назвать постсоветского пространства и одним из очевидных ответов о котором уже частично говорилось в будущем выступлении заключается в том, что ответом на агрессивную экспансию азиатских стран большой азии постсоветских пространствах промышленные пространства я не случайно уделяю такое большое место именно промышленности именно обрабатывающей промышленности потому что несмотря на всю базу сервисизации возвышение роли сфер услуг формирование ингредиентом отраслей промышленной сервисной обрабатывающей промышленности сохраняют свою роль ведущую роль ядра экономического роста и ответом эффективным рыночным ответом на устощение конкуренции здесь безусловно является усиление промышленных операций евразии используя в том числе исторические наследственные факторы о которых тоже говорилось это общий инженер школы это длительная традиция коммуникации личностного общения профессионального общения это это очень важный момент второй момент который я хочу подчеркнуть заключается в том что формируя эффективные ответы и учитывая опыт успешных стран адр адр азиат 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 ближнего и среднего вас безусловно необходимость вписаться в глобальные тренды которые создаются для всех абсолютно страны разных развивающихся это тренд на цифровизацию дело в том что в современных условиях рыночные игроки компания банки строковые компании практически все участники рыночной деятельности пользуюсь моментом несмотря на высокую степень неопределенности мировой экономики несмотря на высочайшую вероятность кризиса экономики США в следующем году несмотря на неизбежность рецессии в европейских странах в следующем году тем не менее мировая экономика если мы смотрим на нее с позиции рыночных игроков остается очень динамичной быстро перестраивается и те игроки которые обладают финансовыми ресурсами организационными ресурсами цифровыми ресурсами используют этот момент для того чтобы утвердить свои позиции в глобальной конкурентной борьбе расширить свои рыночные ниши безусловно так же должны поступать в этом смысле у стран Евразии существует очевидное конкурентное преимущество которое могут быть эффективно реализованы с применением цифровых технологий в первую очередь я говорил о сырьевых рынках и особенно о сельском хозяйстве хотим мы этого или не хотим современный сырьевой рынок устроен как рынок финансовый который полностью интегрирует в себя реальные производители и то что мы наблюдаем в перестройке быстрой современных сырьевых рынках это активное использование цифровых финансовых активов с перспективой деконизации любых активов и как-то не продавцально я с удовольствием могу отметить что и Россия и Казахстан готовы к тому чтобы либо эритовально либо как мне кажется лучше совместно осуществить прорыв в организации нового торгового рынка и я говорю это ответственно потому что даже с легальной точки зрения и законодательства Российской Федерации и законодательства Казахстана оно не просто допускает использование цифровых активов но и способствует этому и второй момент заключается в том что в результате тех сложных и неоднозначных процессов которые развиваются последние 30 лет в наших экономиках тем не менее во многих странах Евразии в России Казахстане и Макистане и Беларуси существуют финансовые границы которые способны реализовать эту страду вторым направлением как можно опять показаться в Бардацане является использование цифровых технологий в первую очередь технологий виртуальной дополненной реальности в культуре и туризм есть конечно определенная мобия сам лично опаска к нашей системе коммерциализация культуры коммерциализация истории но согласимся с тем что это глобальный тренд и я с удовольствием наблюдаю за колоссальными усилиями наших узбекских коллег узбекского правительства правительства Дагестана таким образом они используют новые цифровые технологии для популяризации и конечно учебе для рыночного продвижения своей истории своего туристического потенциала такой потенциал существует на территории Центральной Азии в практически неограниченных количествах напомню что это не только мусульманский период истории Средней Азии и Центральной Азии но и глубоко до мусульманской период в конечном счете древние греки и римляне встретились с китайцами массово именно на территории Центральной Азии и территории Куниска наконец безусловным приоритетом является ну не приоритетом а возможность использования цифровой технологии для решения проблем возникающих постоянно на рынке труда в принципе между рынками труда евразийских стран существует структурное взаимодополнение и унификация и создание унифицированных цифровых платформ по управлению национальными рынками труда это даст значительный синергетический эффект для экономического развития как стран доноров рабочей силы так и стран рецепт рабочей силы важнейшим моментом здесь является и опять возвращаюсь идея о том что именно промышленность обрабатывающая промышленность играет особую принципиальную роль в экономическом развитии является наличие квалифицированной рабочей силы причем не только квалифицированной рабочей силы самого высокого уровня но и среднего уровня и здесь безусловно наши страны выиграли бы если бы практически осуществили задачу координации подготовки профессионально-технического персонала причем с использованием опытов тех успешных стран а именно Индия обладает наверное самыми серьезными достижениями в этой области и мы условно могли построить среди вот здесь и наконец последнее важнейшее конкурентное преимущество того человеческого капитала который существует в Евразии это возможность участия в самих высоких технологических этажах это создание программного обеспечения и здесь не представляется возможным и необходимым и выгодно это создание некого аналога рынка рабочей силы виртуального рынка рабочей силы мировой рынок известен основная площадка это гидра которые участники которые являются несколько десятков миллионов профессионалов создающих программное обеспечение и причем структурно эта площадка для Евразии могла бы быть либо интегрирована либо быть построена самостоятельно и наконец последнее о чем я хочу сказать это кооперация в реализации климатической повестки хотя прозвучали уже тезисы о декарбонизации я добавлю в это деметанизацию потому что лозунгом последних трех лет и не просто лозунгом по политике последних трех лет являются не только декарбонизация и деметанизация и конечно этот вопрос дискуссионный но я хочу обратить внимание что при сложном отношении к этому вопросу лидером декарбонизации в том смысле инвестицией в декарбонизацию создание новых восстановляемых источников энергии то есть совершенно нового секта является как ни странно Китай Китай самостоятельно пришел к этой идее строение экологически экологической цивилизации является одной из целей нынешнего руководства Китая вот и поэтому так как наша экономика остается в кармоновом мире а проблема декарбонизации она не сводится к тому что без оборота хозяйственного вытесняется ископаемая топлива уголь нефть до некоторой степени да проблема декарбонизации основной вывод в том что формируются новые технологические инженерные стандарты к оборудованию машинам оборудования к суда к авиавидателям и безусловно что те страны которые собираются занимать ниши международных промышленных разделений труда должны следовать и учитывать эти оперативы и наконец кроме того это важно сказать в Шармашеи буквально три недели тому назад произошел достаточно важный на мой взгляд незаметный но принципиально важный поворот фактически что произошло если говорить по словам произошла смена климатической повестки главное что я вижу то что были легализированы признаны так называемые природные решения чего раньше крайне европейские пилотизируем относящиеся зеленые повестки европейский союз стремился избегать но на Шармашеи благодаря усилиям американской дипломатии благодаря активному участию африканских стран природные решения то есть решения которые связаны с декорганизацией и метонизацией на основе коммерциализации лесов природных ландшафт и других природных систем были легитимированы я думаю что в ближайшие 2-3 года мы увидим пурный рост эти рынки и так конечно развиваются мы увидим взрывной рост этих рынков которым наши страны могут занять самое достойное место и наконец последнее о чем я хочу сказать конечно климатическое повестное взаимодействие в Евразии не должна сводиться и ограничиваться и может быть даже не должна так центрироваться на проблемах гидарбонизации и геометонизации как продвигать другую собственную полезную потому что для наших стран гораздо важнее проблемы сохранения биоразнообразия и вторая это конечно устойчивость к климатическим рискам к риску изменения климата я хочу обратить ваше внимание что большинство стран центральной Азии и кавказ и некоторые стран находятся во второй с точки зрения силы стресса и ваше водопрессивно во второй группе сразу после стран гусейского залива и некоторых стран нижнего воздока и безусловно на эти так как климат становится экономической силой изменение климата становится экономической силой и требует адаптации национальных экономических систем к этим изменениям то здесь открыты достаточно широкие возможности для сотрудничества в интересах наших странах до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...